Родина гордится вами. Родина благодарит вас. Родина рассчитывает на вас. Миллионы граждан огромной страны с волнением и трепетом прильнули голубым экраном, внимая каждое слово диктора. Было сложно поверить, что война, участие в которой Советского Союза длилось долгих 10 лет, наконец-то окончена, и наши ребята возвращаются домой. Сколько ран оставила она в сердцах и душах наших людей, навсегда отняв родных сыновей. Не встретила и своего героя Брестская земля. Валерий Хован, бывший выпускник школы номер 13 города Бреста, был направлен на несение службы в Афганистан. Погиб при исполнении воинского долга в сентябре 87-го. Ему было всего 23 года. Сегодня мы находимся в областном лицее имени Машерова. В нашем управлении образования Ленинского района традиционно проводятся соревнования в памяти Валерия Ивановича Хована. В этот год ему исполняется 55 лет, 24 февраля. И в честь этой даты мы проводим эти соревнования. Вот такой мирный формат был выбран для напоминания о подвиге нашего земляка. Где, как ни в совместной игре, можно почувствовать командный дух и единство целей. С 12 по 16 февраля на базе областного лицея имени Петра Машерова проходит первенство Ленинского района по волейболу среди девушек. Лучшие представительницы прекрасного пола из 8, 13 и 27 школ, а также гимназии номер 3 и областного лицея, схлестнулись в мастерстве за право выхода в финал. На протяжении этой недели девушки будут стараться проявить свои лучшие качества, будут стараться выиграть, занять первые два места в каждой из трех групп и выйти в финал, чтобы на следующей неделе побороться за первые места, выявить сильнейшую волейбольную команду Ленинского района. В предварительных двух играх за выход в финал, которые состоялись вчера, команда областного лицея одержала победу над командой средней школы номер 8 со счетом 2-0, а также команда гимназии номер 3 стала сильнейшей в поединке с представительницами 27-й школы, обыграв соперниц в два очка. Первенство стартовало. В течение недели определяются финалисты и лидер. Но победой уже стало и то, что для всех нас, а особенно для молодого поколения, имя героя не забыто. Продолжение следует...